Когда-нибудь я дорасту до чтения книг в хороший микрофон, без лишних звуков, в хорошем освещении. А пока так. Корабль был оснащен парой громадных треугольных парусов, сходившихся на широченной груди. В носовой его части выступала огромная голова с двумя круглыми прозрачными глазищами, фонарями кабин пилота. А сзади в брюшном отделе помещались продолговатые реактивные стартовые двигатели. Когда Эвкрамер счел, что проект наконец доведен до ума, он решил связаться с Элизабет Мэлори через свою помощницу Сатину Вандерблит. Он понимал, что сможет заручиться согласие молодой женщины только если ему удастся увлечь ее своей мечтой. Он надеялся, что и у его помощницы найдутся для этого убедительные доводы. Очень надеялся. Ей предстояло встать с его ударным кулаком. Тяжкое утро. Когда Сатина Вандерблит встретилась с Элизабет Мэлори, та только оправилась после очередного приступа депрессии. Цвет ее глаз изменился. Из бирюзовых они превратились в блеклый серый. Зрачки от постоянного приема транквилизаторов и алкоголя были чуть расширены. В гостиной, заваленной бесполезными силовыми тренажерами, громоздился широкоэкранный телевизор, настроенный на новостной канал. У меня гости. Малыш притопал к велосипеду. Он пришел на сказку, я тут вслух читаю. Сейчас угонит мой велик. Да? Ай, лапушка. Пускай играется. Доктор сообщал о вспышке эпидемии смертельно опасного гриппа, передающегося от перелетных птиц. Назвал он и число жертв. На сегодняшний день оно составило около полусотни умерших, после чего уточнил. По результатам первичных анализов, этот грипп мутировал в условиях интенсивного птицеводства. Все, самокат лучше велика. Ускоренный цикл смены дня и ночи, чрезмерное использование гормонов для повышения преждевременного роста, якобы и стали причиной возникновения значной болезни. Пока что грипп поразил всего лишь несколько человек, находившихся в постоянном контакте с домашней птицей. Однако ученые предсказывают, что вирус способен мутировать, и в таком случае он сможет передаваться не только от птиц к человеку, но и от человека к человеку. В настоящее время никаких вакцин и лекарств против него не существует. Те же ученые полагают, что вспыхнувшая эпидемия может внести жизни сотен миллионов человек. Лизабет все время чувствовала себя разбитой. На самом деле ей хотела заснуть и больше никогда не проснуться. Она плеснула себе изрядную порцию виски, бросила в стакан несколько таблеток, все это проглотила, поморщилась, нервно закурила. И поглядела на чудную блондинку, учтиво попросившую о встрече и сидевшую в безмолвном ожидании в ее кресле. «Проект космического парусника зачем? Для гонки? Космической регаты? Нет, не совсем. Скажем так, для исследований». Блондинка говорила спокойно. Элизабет оценила ее стиль. Разноцветные кофточки, надетые одна на другую, побрякушки в форме зверушек, в ушах длинные сережки с бабочками на концах. «Вы ошиблись адресом. Я не космонавт, а шкипер. Нам как раз и нужен, с позволения сказать, звездный шкипер». На сей раз Элизабет рассмеялась скрежущим смехом. «Вы что, слепая? Я же коллега, у меня ноги не ходят. Похоже, вас обманули». Она уже вскинула руку, давая понять, что хочет остаться одна и указывая на выход. Сатина Вандербль сделала вид, что не поняла ее настойчивым жестом. «Нас вимсер рисует не ваша физическая форма, а умение управлять парусами. Наш космический парусник, по сути, тот же морской корабль, только в движение его приводит не ветер, а свет. Помощнице не хотелось возвращаться ни с чем к новому патрону». Элизабет чувствовала отвращение ко всему на свете, да и способности удивляться у нее поубавилось. Теперь ее куда больше заботила собственная беспомощность. Сатина подумала, что ей нужна добрая встряска, и сообщила, что этот проект возглавляет Ив Крамер. Результат оказался потрясающим. Лицо у покорительницы Морея в мыке сказилось. «Как он смеет, Истаргалана!» «Это был несчастный случай, без всякого злого умысла с его стороны. Ярость ослепляет вас. Он пытался извиниться, и вот теперь хочет все уладить. Проект «Последняя надежда». Величайшее устремление, похлеще простого космического полета. Ив Крамер намерен спасти человечество. «Убирайтесь немедленно!» Сатина Виндербюль встала, выхватила из рук Элизабет пульт от телевизора и прибавила звук так, что впору было оглохно. Вместе с тем диктор сообщала о попытке массового убийства, предпринятой фанатиком-смертником в какой-то школе. На экране мелькали окровавленные тела, десятков детей, на носилках и в черных мешках. Детвора, детворение. «Неужели вы питаете Киеву больше злости, чем ко всему этому? Что с вами? Убавьте звук! У меня уши вот-вот лопнут!» Элизабет Мэллори попыталась вырвать у нее пульт, но незваные гости отошла на порядочное расстояние. Теперь какой-то журналист вел прямой репортаж с торжества, ходивших в многие столицы с одних стран, соседних стран, где чувствовали благородную жертву того самого смертника. Толпы народа, вооруженные ручными пулеметами, полили в воздух, потрясая фотопортретами человека, который взорвал себя в той школе. Они радостно выкрикивали его имя. Ну да. Обозреватель сообщал, что во время манифестации солидарности в соседних столицах 23 человека из числа демонстрантов пали жертвами шальных пуль, выпущенных бесчинствующими гуляками или были раздавлены толпой. «Сделайте потише! Вы не имеете права! Я вызову полицию!» Тем временем диктор, чьего загримированное лицо расплылось на весь огромный настенный экран, с улыбкой вещал. Призвал верующих к тотальной войне. Он заклинал матерей послать своих детей взрывать себя вместе с бомбами во имя святого дела. Процесс из матерей уже вылилась на улицу, выкрикивая религиозную лозунглую и обещая нарожать еще больше детей в будущих героях-мучеников. Элизабет кое-как выбралась из своего кресла, перевалилась в инвалидную коляску и покатила на незваные гости, отнявши у нее пульт. Ей удавалось нагнать ее, но всякий раз, как только она пыталась ухватиться, за пульт та уворачивалась. «Что вам нужно? Помогите нам с проектом «Последняя надежда». «Сами правитесь без меня», – вопила Элизабет Мэллори. «Шкипиров кругом уйма, к ним и обращайтесь, и все они на ногах». Сатина Вандербиль наконец собоговорила приглушить звук. «Не ради себя, ради него». Ив Крамер придумал проект и взвалил его на свои плечи. «Все зависит от него, от его творческой мысли, гения. Он должен работать головой, а это ему не под силу, потому что он чувствует себя виноватым перед вами. Я никогда его не прощу, он разрушил мою жизнь». Сатина снова выключила телевизор на полную громкость. «Прекратите, я вызову полицию». Элизабет в бешенстве покатилась в коляске к телефонному аппарату, но не успела сухотеть трубку, как незваная гостья вырвала провод из розетки. Бывшая чемпионка бросилась за ней вдогонку, и уже почти догнав ее, выскочила из коляски. Но Сатина опять вернулась, Элизабет рухнула на ковер и выползла точно зверь с перебитым хребетом.